Что может рассказать о стране случайный вид из простого окна или из балкона в случайном и не слишком известном городе? Как оказалось, довольно много. В эфире Евгений Матусов и радиопроект. Мы смотрим в окно на Германию. Кругом плотная застройка, дома стоят сплошным рядом. Даже дворы в центре города все застроены. Это иллюстрация к тому, что плотность населения в Германии высокая. В стране с трудом можно найти точку, откуда не было бы видно что-то, построенное человеком. Кирпичное здание – начальная школа. Школьники с 1 по 4 класс в Германии всегда учатся в отдельном здании. Уже с 5 класса идет разделение на гимназию для более умных и успевающих и другие типы школ для остальных. Прямо по курсу – гимназия, причем только для девочек. Гимназия под патронажем католической церкви. Правда, такая форма обучения теряет популярность, и со следующего года в эту гимназию начнут принимать и мальчиков. Образование в Германии в целом хорошее, но в смысле использования современных технологий местные школы могут позавидовать московским, например. На дальнем плане церковь с петушком – тоже католическая. Христианская религия в Германии еще сильна. Католики и протестанты, которые официально числятся в церкви, платят церковный налог до 10%. Он автоматически удерживается работодателем. Рядом с церковью – строительный кран. Строительная отрасль, одна из самых мощных в Германии, развивается очень динамично, так как сейчас большой спрос на недвижимость как способ сохранить деньги при очень низких процентах на вкладах. Работают на стройках все больше гастарбайтеры из Восточной Европы. На улице вдали – изящные старинные дома конца 19-го – начала 20-го века. Германия уважительно относится к своей истории и архитектуре и поддерживает старинные дома в хорошем состоянии. Дом слева тоже не новый, построен примерно, когда в Советском Союзе строились хрущевки. Но несколько лет назад был модернизирован, утеплен, снаружи был сделан лифт. Это говорит о немецкой экономности, тщательности, любви к комфорту. На переднем плане в двухэтажном здании – небольшая фирма. Ее владелец – трудоголик, часто работает даже в воскресенье. Фирма работает с 7 утра. Это иллюстрирует немецкое трудолюбие, опору на средний класс и малый бизнес, низкий уровень безработицы в последние годы. Фирма недавно обновила систему кондиционирования для своих компьютеров и оборудования. Старые кондиционеры сильно шумели. На мой имейл с просьбой что-то сделать был получен вежливый ответ, что они скоро сделают все по-новому и проверят уровень шума. Подчеркнутая вежливость и внимание к окружающим, иногда слишком пристальная – это также отличительная черта немецкого общества. Рядом с фирмой САД, принадлежащей владельцам соседнего дома. За ним еще такой же, где владелец даже построил сауну. Сауна, и причем, чтобы непременно в чем мать родила, это один из любимых видов отдыха немецких бюргеров. Чуть дальше чудом сохранившийся в центре города старый частный дом, со всех сторон закрытый многоквартирными домами. Частная собственность в Германии – это высшая ценность. Взять и что-то снести очень нелегко. Рядом много гаражей. Несмотря на вспыхнувшую недавно страсть к защите климата, немцы очень любят свои автомобили. Даже в центре города у многих есть машины. Молодежь, правда, скорее предпочитает велосипеды, которые часто держат во дворах, ведь на улицах их могут быстро украсть. Под домом разбитый асфальт. Дом принадлежит сообществу собственников квартир. Большинство из них квартиры сдают для получения прибыли. И тратить деньги на ремонт двора они не хотят. На собрании собственников попытка утвердить такой ремонт обречена на неудачу. Один из собственников, которому принадлежат два права гаража внизу, даже не хочет ремонтировать протекающую крышу, так как спрос на гаражи в центре такой, что протекающий гараж он сможет сдать в аренду за 60-80 евро в месяц. Под нами живут студенты. Как известно, студенты пьют много пива, Германия пьет много пива, а все вместе выглядит вот так. Как во дворе, так и в целом в городе много зелени, деревьев, несмотря на тесноту. Германия очень зеленая страна, здесь много парков, лесов, но все оккультурино, вылизано, можно сказать. Наша соседка сверху выращивает у себя на балконе целый лес. Летом у многих цветы на балконах, или даже мини-огороды. Население Германии меняется за счет миграции, и это видно пожителям дома с лифтом. Слева жил немец с женой-китаянкой и ребенком. Сейчас живут, скорее всего, румыны. Справа в мансардном этаже живет немка с мужем-китайцем. Под ними до недавнего времени жила семья арабов, причем жена на улице появлялась только в платке и укутанная с ног до головы. А дома, на кухне, как это было иногда можно украткой наблюдать, красовалась перед мужем в нижнем белье, подчеркивающем ее прелести. Этажом ниже в складчину снимают квартиру три или четыре студентки. У каждой своя комната, но кухня общая. Это у немецких студентов очень даже принято. У них нет генетического отвращения к жизни в коммуналках. Наоборот, многие предпочитают такое совместное проживание, жизни в отдельной комнате в общежитии. В доме напротив почти всегда и днем, и ночью горит в окне красный абажур. Для меня и моей жены его успокаивающий свет стал как бы символом того, что все в порядке, все идет как надо. Абажур горел там всегда. По крайней мере, мы его видим уже столько же лет, сколько в Германии у власти находится Ангела Меркель. В квартире с абажуром живет белый мужчина с чернокожей женщиной, и их дочь мулатка выходит на балкон поливать цветы. Пускай же абажур горит и горит, а мы будем жить да жить и смотреть через окно в Германию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...